Персональная ЭВМ имеет много плюсов, как игровая платформа, но есть и жирный минус. Многие онлайн-игры на ПК происходят вовсе не по тем правилам, которые были придуманы разработчиками. Правила частенько устанавливают ловкие парни, читеры всех мастей. Само собой, читеры водятся на всех платформах, но по-настоящему хорошо им, только на ПК. Вот, к примеру, Dark Souls 3, благодаря которой приобрел печальную известность некий Малком Рейнольдс. Данный гражданин вторгался в миры других игроков и шарашил по ним модифицированными заклинаниями, гарантированно и моментально убивающими цель. Также Рейнольдс научился метить Игорьков особым знаком мошенник. Данная метка в норме присваивается системой пользователям, замеченным в использовании читов. После этого игрок может наслаждаться онлайн-фичами только в компании себе подобных индивидов. Это называется софт-бан. Однако злобный Малком приноровился вешать софт-бан на персонажей, которые вообще не при делах. Ну а с себя самого он, видимо, данный статус без проблем снимал. Все эти бесчинства вредитель радостно стримил, зарабатывая популярность среди таких же полудурков, как и он сам. И вот, вышел Dark Souls Remastered. Вышел буквально на днях. Но сволочной Рейнольдс уже не только придумал новое развлечение, но и применил его на подвернувшихся под руку жертвах. Изобретенная магия вешает на персонажа, в мир которого он вторгся, особое проклятие, известное как Egghead. Голова проклятого персонажа оказывается внутри гигантского яйца. Количество хитпайнтов и количество получаемых персонажем душ уменьшается вдвое. Возрастает уязвимость к огню. Ну и носить головной убор или шлем нельзя. В игре существует неочевидный и не очень простой способ убрать это яйцо с башки. Но Рейнольдс склонен портить жизнь лоу-левелам, у которых вообще никакого способа исправить ситуацию нет. Автор чита заботливо советует своим жертвам создать новых персонажей. Так оно, мол, для вас же будет проще. From Software известна как производитель отменных игр с очень странной, сырой и дырявой сетевой составляющей. Если на консолях онлайн-решения от From еще имеют право на жизнь, то на компах получается порнография в самом плохом смысле слова. Польские изготовители ремастера внесли в мультиплеер ряд улучшений. Ну, к примеру, игра теперь использует выделенные сервера. Но вот грамотную защиту от негодяев прикрутить не решились. Тем не менее, Dark Souls Remastered стала самой продаваемой игрой на Steam за прошлую неделю. Кстати, датамайнер Лэнс Макдоналд, распотрошив Dark Souls Remastered, обнаружил внутри заготовку уровня из Bloodborne и кусочек ранней версии Балетарии из Demon's Souls. С какой целью их туда запихали – загадка. Но это еще не самое смешное. Смешно получилось, когда Лэнс загрузил свои находки в GTA V, и они там внезапно заработали. Ролик, в котором Тревор Филлипс гоняет на тачке по верхнему соборному округу – это зрелище, после которого твоя жизнь вряд ли когда-нибудь станет прежней.